То, что по мне пишут, это вообще что-то. Пять лет писали, что я помер, теперь пишут, что я лежу где-то на полостной операции с сердцем. Есть великая формула, если ты можешь делать то, что тебе нравится, пусть тебе нравится то, что ты делаешь. Леонид Якубович, известный телеведущий, продюсер, актер и писатель, заслуживший свою популярность во время съемок передачи «Поле чудес». Тогда передача казалась настоящим чудом, ведь добрый телеведущий дарил подарки практически просто так. Конечно, многие стремились принять участие в проекте. Да и сегодня, спустя несколько десятилетий, у него есть поклонники во многих уголках страны. А Леонид Якубович продолжает оставаться одним из самых высокооплачиваемых ведущих российского телевидения. Правда ли, что легендарный ведущий зарабатывает полтора миллиона рублей в месяц? Действительно ли у него был роман с коллегой и внебрачный ребенок? Как он относится к новостям о собственной смерти? И почему внучка известного шоумена работает в сети фастфуда? Леонид Аркадьевич Якубович решил развеять некоторые слухи, которые пишут о нем в интернете. Вот уже более 30 лет Леонид Якубович собирает у экранов людей разных поколений. Друзья и коллеги удивляются знаменитому телеведущему, как будто годы ни почем. Его любят как родного человека, как члена семьи. Мне кажется, именно в этом секрет. Сам 77-летний телеведущий «Капитал шоу Поле чудес» признается, что источник его энергии – работа. Надо получать удовольствие от того, что ты делаешь. Больше ничего. Она приносит ему не только удовольствие, но и хороший доход. Согласно информации в СМИ, зарплата Леонида Якубовича составляет полтора миллиона рублей в месяц. Однако это не единственный источник дохода. Так, с 1997 года Леонид Аркадьевич владеет долей в сети стоматологии. За один корпоратив ведущий получает около 700 тысяч рублей. Также он снимается в рекламе и кино, пишет книги и сценарии. В декабре будет книжка стихов, будет календарь. И плюс ко всему прочему я написал уголовный кодекс по бастям дедушки Королова. Леонид Аркадьевич старается обеспечить семью всем необходимым. Каждый ролик, в котором снимается телеведущий, приносит в его бюджет от 500 тысяч рублей. А точная сумма будет зависеть от того, что конкретно требуется рекламировать. Известно, что Леонид избирательно относится к товарам, которые должен пиарить. И может отказаться от съемок в видео, если продукция вызывает у него недоверие. Если говорить о пенсии, то ее сумма просто смешная по сравнению с его заработками. Около 23 тысяч рублей. Он владеет четырехкомнатной квартирой в Санкт-Петербурге, шестикомнатной в столице, а также загородным домом на Рублевке. У меня три, по-моему, самолета. Потом у меня какие-то корабли еще есть. У меня что-то 15 или 16 домов под Москвой. Я как-то... Меня даже в налогу вызывали лет 20 назад. Правда, сам шоумен каждый раз удивляется, когда читает о своих немыслимых богатствах в газетах. Бессменный ведущий уже привык, что его имя постоянно обрастает слухами. Он каждый раз смеется, когда читает новости о собственных болезнях и даже смерти. Меня пять лет хоронят. Я сейчас специально раскопался, чтобы дать вам интервью. Несколько лет назад в прессе всерьез обсуждали роман телеведущего с молодой ассистенткой Римой Агафошиной. Писали, якобы девушка разбила семью шоумена и даже родила ему дочь. У меня не было внебрачных детей, никакого адюльтера не было вообще, что удивительно и даже как-то обидно. Писали, нет, что у меня вот этой с Римой, которая буквы открывает, что у нас там что-то такое. Она замечательная девушка, у нее трое детей замечательных, прекрасные мужики. Личная жизнь харизматичного ведущего всегда привлекала внимание публики. Он был трижды женат, стал отцом двоих детей. Свою последнюю супругу Марину Видо шоумен называет «подарком с небес». Они прожили вместе уже более 20 лет и до сих пор не наскучили друг другу. Раз она всегда решит, что ты второй, а она знает, что она вторая, тогда эта уступчивость, это бесконечное преодоление собственного «я» приведет к тому, что это будет нерасторжимо. Их единственной дочери Варваре 24 года. Звездная наследница решила стать певицей. Она записывает треки и сама снимает клипы. Увлечена песнями очень тяжелыми, очень странными. Это такое средневековье, это викинги. Телеведущий признается, что много лет переживал за дочь. Варвара экспериментировала с внешностью, страдала от депрессии. И только музыка помогла ей справиться с тревогами. Каждый вечер я плакала. Несколько раз сидела в ванной с ножницами, но до страшного так и не дошло. Я на дне, и мне никто не может помочь. Его сын Артем от второго брака много лет не желал и слышать о звездном отце. Ведь родители развелись со скандалом. Бывшая супруга ведущего Галина Антонова обвинила шоумена в измене. Леня прятал другую, хотя все и так знали. Человек он публичный, поэтому все бежали мне докладывать, где он и с кем. Спустя годы Леониду Ркадьевичу удалось помириться с наследником. 49-летний Артем Антонов, как и отец, работает на телевидении. Он женат и воспитывает дочь Софию. Девочка растет самостоятельной, она трудится в сети фастфуда и не хочет, чтобы знаменитый дед помогал ей деньгами. Буду рад вашим комментариям. Хорошего настроения и до скорых встреч!